Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы будем разбираться с машиной. Именно перегрев. По всем признакам прогорела прокладка блока цилиндров. Необходимо будет ее заменить. Если я еду за скоростью 70-60 км в час, температура более-менее стабильная, около 70 градусов. Только даешь газу до 90-100 градусов, резко стрелка идет вперед, вверх, и температура поднимается до 100 градусов. Вот огибает. Ухлаждающая жидкость у меня уже там залит. Досол был. Скорее всего там одна вода. Я купил десертную воду подливаю. Сейчас нам важно будет доехать домой, чтобы взять инструменты, купить новую прокладку и поменять. Вот так закипел двигатель выше краев. Скорее всего виновата или пробка, или попадает в воздух в систему охлаждения. Радиатор холодный, а воздухная пробка там скорее всего. Вот такая у меня прокладка. Она уже выполнена силиконовыми уплотнениями термостойкого силикона, только поставить ее на место. Стоит недорого, но работы много. Основная проблема в том, что для его замены необходим динамометрический ключ, который регулирует степень затяжки болтов. Для начала необходимо слить воду и систему охлаждения двигателя. Я для этого использую обычный тазик. Поставляем возле переднего правого колеса. Кран печки при сливе охлаждающей жидкости должен быть открыт. Включаем ключом на 14 пробку слюнового отверстия тасола. Пробка находится с правой стороны на рубашке блока цилиндров. Откручиваем аккуратно, потому что охлаждающая жидкость может быть горячей, если вы недавно приехали. Откручиваем шерпку на тушительном бочке. И вот пошло вытекание. Также сливаем охлаждающую жидкость из радиатора. Для этого откручиваем крышку справа в нижнем углу. Тоже в ней куча всякой грязи под низом. Можно также прочистить это отверстие, потому что часто не забивается грязь. После этого необходимо отсоединить минусовую клемму. Аккумулятора. Теперь необходимо установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Для этого снимаем защиту ремня ГРМ. Вот такой внешний вид здесь. Теперь необходимо снять воздушный фильтр и всю пластмассу сверху. Можно его продуть, а можно заменить. Снимаем свечи. Для облегчения проворачивания кончистого вала. По внешнему виду свечей можно говорить о том, как работает двигатель. У меня свечи белые, не обгоревшие. Значит, топливная смесь правильная. Теперь включаем любую передачу. И прокручивая колесо, устанавливаем поршень в верхнюю мертвую точку первой. Вот точки совмещены на распредвале и на коленвале. Внизу также видно совмещение точки. И снимаем пружину натяжного ролика ремня ГРМ. И снимаем ремень ГРМ. Теперь снимаем верхнюю крышку. Отсоединяем хомут воздуховода. Все снимаем в сборе. Отсоединяем колодку жгута топливной рампы. Затем необходимо отсоединить топливные шланги от штуцера в топливные рампы. Для этого снимаем хомут. И соединяем шланг. И снимаем шланг регулятора давления топлива. Снимаем рамку фиксации воздушного фильтра. Для этого откручиваем скручком на 10. Два болта двух сторон. И снизу. И вынимаем. Таким образом. Теперь снимаем крышку головки блока цилиндров. Откручивая пять гаек. Откручиваем шланг подачи тасола в головку. Снимаем разъем датчика положения фаз. Отсоединяем разъем катушки зажигания. Я снял ресивер. Потому что не мог добраться из-за газовых форсунок до крышки головки. Но этого можно не делать, если у вас газа нет. И он не мешает. Открутил здесь три гайки. Отсоединяем разъемы все. Шланги, которые идут к ней. Главное не забыть потом куда что поставить. Теперь выкручиваем гайки выпускного коллектора. Я без ямы, поэтому приходится лезть под машину. Если у вас этот амбир старый, почаще старайтесь менять тасол или антифриз. Потому что у меня вот вытек очень грязный, ржавый, почти непрозрачный. Вот такой грижий. И одна жижа. Такой можно только выбросить. И куча грязи на дне. Вот видите. Вот шестерина распредвала снята. Была прикручена этим болтом. И насажена на такой вал. Здесь есть выступ и отверстие. Мышка помучился, конечно. Откручивать было легко. А выбивать тяжеловато. Пришлось отверстие просверлить здесь небольшое. И я постукивал с той стороны с помощью трубки. И потихонечку вышло. В дальнейшем, когда буду насаживать сюда на вал, я смажу профитной смазкой его, чтобы было легче потом снимать. Теперь необходимо открутить два болта крепления защитной крышки, чтобы освободить ее крепление к головке. Здесь включено 10. Один из них является меткой верхней, а второй просто фиксуаторный. Снимаем крышку головки. И после этого можно откручивать 8 болтов под шестигранник внутренний. Сначала крайняя, и потом центральная. И после этих манипуляций можно снимать головку. Если сравнить старую и новую прокладку, можно видеть большую разницу. В частности, на старой прокладке виден след между камерой сгорания и системой охлаждения. В этом месте, скорее всего, произошел пробой между камерой сгорания и системой охлаждения. Здесь должна быть такая перемычка. Завод «Аптозаз» рекомендует менять такую прокладку один раз в 90 тысяч. Я уже проехал 130, ничего не делал. И вот такой результат. У меня нарушение очень грязные поршни. Для этих чистки я рекомендую средство «Димексид», которое продается в аптеке и является лекарством. Оно хорошо оттирает нагар. Наносим его на верх поршня. Немного подождем. И с помощью обычной зубной щетки будем чистить. Видно, что нагар начал отходить. Значит, мы все делаем правильно. Затем необходимо с помощью компрессора прочистить все отверстия, в которые будут включиваться болты головки. А также необходимо удалить старую ржавчину, которая там могла обсыпаться. Ставим на место новую прокладку. Центруем ее по этим выступам. После этого необходимо почистить болты крепления головки и смазать их маслом. На первом этапе необходимо усилие 4,5-5,5 килограмм сил на метр. Поэтому здесь необходимо выстроить все как положено. Здесь есть две метки, которые исчисляются в килограммах на метр и ньютон на метр. Вот такой будет порядок затяжки. Первый этап 4,5-5,5 килограмм сил на метр. Второй этап 9,5-10,5 килограмм сил на метр. Будем затягивать соответствующими размерами. До щелчка. Это дальше не идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После затяжки болтов головки необходимо поставить на место крышку головки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После фиксации крышки необходимо установить на место все провода и трубки. Я трубки и их выводы пометил бумажным малярным скотчем с указанием цифры куда что подключается. И затягиваем хомуты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стараемся их не перетянуть и дожать в меру. Газовые форсунки. Трубки заводим до конца. Плотненько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подключаем к ней все трубки. Я подписывал буквой Г. Эта трубка подходит, чтобы ничего не перепутать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подключаем бензиновые форсунки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подсоединяем шланги к датчику давления топлива. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подключаем газовые форсунки к газовому фильтру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ставим на место и север. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затягиваем тремя гайками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фиксируем крышку защиты. Сюда головка пролезть тяжело, поэтому будем крутить шкавым ключом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь осталось закрепить бустной коллектор или штаны другими словами. Для этого я буду менять прокладку новую ставить и пользоваться специальным герметиком, который не боится высоких температур. Таким образом я нанес ее на пасту и будем ставить на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заливаем после этого тасол или воду и начинаем проверять. Подключаем аккумулятор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь нужно завести машину и проверить, как она работает. Я залил воду с кислотой, лимонной. Температура держится стабильно, не поднимается. Вода по мере заполнения системы выходит из-за свикиного бачка. Радиатр теплый по всей поверхности. Детя работает без перебоя, стабильно. При подключении датчиков есть один нюанс. Датчик фазы и датчик под катушкой имеют одинаковые выводы. Я при первоначальной сборке ошибся с этими выводами и машина у меня не завелась. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотри видео о том, как своими руками заменить прокладку на автомобиле Славута и Таврия, если она пробита. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok